Если раньше Сочи перенимал опыт у других городов, то теперь за советом эксперты едут сюда, на этот раз ведущие архитекторы. Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга приехали уже на 4-й градостроительный форум «Архитектурный мост». Мы, наверное, приехали поучиться тому, что было на протяжении нескольких лет, когда Сочи строился, готовился к Олимпиаде. И то, как сейчас уже город эксплуатирует и пользуется теми объектами, которые были построены. Потому что это огромный опыт, это уникальный опыт, и мы хотим посмотреть это. А учиться у Сочи есть чему. При строительстве олимпийских объектов был использован самый передовой опыт и технологий. В том числе именно поэтому на конференции в Сочи сегодня объявили о старте создания Института общественных уполномоченных по городостроительной деятельности. Планируется, что его участники смогут влиять на то, где, что и как в городе будут строить. Таким образом, мы получим грамотное проведение публичных слушаний. Потому что известно, что публичные слушания часто принимают участие и политические аферисты, которые нарабатывают себе политический капитал, экономические преступники. Говорили на конференции о дальнейшем развитии архитектурного облика Сочи. Он может меняться, но вот точечной застройки быть не должно. Несколько инициатив озвучил глава Сочи. Анатолий Пахомов предложил вернуть понятие авторский надзор, то есть контроль архитектора за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации. А еще, по мнению главы, изменения, которые грядут в законодательстве с 1 сентября, запрещающие узаконивать самовольный объект в судах, должны помочь решить проблему самостроя на курорте. Именно эти объекты, которые были построены незаконно и узаконены решениями судов, они являются для нас проблемными. Именно они сегодня незаконно потребляют электроэнергию, на которую микрорайоны не рассчитывали. Невозможно будет узаконить объект, если нарушены правила землепользования. Это очень важное решение. И мы думаем, что этот закон где-то поставит точку уже в самострою. Конференция «Архитектурный мост» завершилась за один день. Уже завтра ее участники планируют посмотреть город и объекты, построенные к Олимпиаде. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.